Всем привет! Была я сегодня в Атаке, и это вот обзор покупок еды из Атака, а также полезных вкусняшек. Ибо как-то у меня просили полезные вкусняшки обозреть, которые я покупаю, и получилось так, что я вот купила сегодня до хрена всяких полезных вкусняшек, но не только полезных, но тоже вкусняшек. В общем, 183 рубля 70 копеек за килограмм ананасовые сушеные язычки. Мы их называем в мире фруктов, они продаются такие же. В мире фруктов они дороже, там 260 рублей килограмм. Тут у меня 242 грамма на 44-46, тут уже так было упаковано. Это называется в мире фруктов длинные цукаты. Ну короче, это вот цукаты. И тут я сегодня узнала, из чего эти цукаты состоят. Тут ананас, сахар, лимонная кислота и консервант. Должен быть, наверное, еще краситель, потому что ананасы же не могут быть и оранжевыми, и зелеными, и красными. В общем, вот ананасы. А еще я на них давно смотрела, это вот такие вот эти вот, что это у нас? Печенье, марабу, ассорки, гэ, чо за гэхэзэ. В общем, тут такое типа шоколадное с белой полосочкой и не шоколадное с шоколадной полосочкой. Тут у нас 266 грамм, 180 рублей килограмм, 47,88 вышло. Тоже уже было это взвешено. Я что-то на них на такие или подобные смотрела давно, все думала, думала. Ну, как бы весна, витаминов организму не хватает, ты понимаешь, что-то рядом с витаминами не стояло, наверное. Как бы я вся такая обморочная, помирающая в очередной раз. Ну, у меня там мозговая деятельность загружена. И я решила, что надо себя как-то, как бы сказала Аленка, покупая какой-нибудь очередной трехсотый лак для ногтей или прочую хренотень косметическую, надо себя порадовать. Вот я себя порадовала. На 700 с лишним рублей. Жиротой. Тут у меня арахис на развес. Обычный арахис, без никто. У меня там где-то в пакете чек, я не помню, причем этот арахис. Я себе купила, они уже слегка разморозились, очень давно хотела себе риса, вообще люблю рис тушеный с перцем. И, в общем, тут у нас сладкий перец с нарезком 400 грамм. Этот самый Атаковский, Ашановский, как он, блин, эта фирма-то называется? Ну, короче, этот... А, вот, каждый день под носом написано, я ищу. В общем, тут у нас тупо перец сладкий резанный. Я поставила себе свой бульончик с виной размораживать, думаю, да, ищу, правда, гору посуды помыть, прежде чем сваять рис с перчиком. У меня тут еще... Кашка в гостях, давно-давно у своей подружки, у нее мама готовила, почему-то стабильно любили вот эту резаную фасольку, точнее, ну, вот эту вот сручковую фасоль с макарошками. Я вот думаю, может, с макарошками ее долбануть. Тут у нас резаная фасоль зеленая, тоже 400 грамм, тоже этот самый, каждый день. И в составе тоже фасоль стручковая резаная. Одно там что-то 36, что ли, другое 43, как-то так. Но так как там цены рассчитаны, я не знаю на кого, вот, знаете, за метр от очкарика, вот такими малюсенькие, вот такие ценнички желтенькие или беленькие с черными циферками. И вот на расстоянии слишком вытянутой руки очкарик должен понять, к кому, чего относится, какая цена. Я вообще на бум покупала, просто знаю, что у них каждый день как бы слегка дешевле, чем другая какая-нибудь марка, да, не каждодневская. Я взяла два вот этих вот, там еще что-то мне захотелось, но так как я вообще не поняла, есть ли там ценник, нет ли там ценника, у меня целая такая уже корзиночка набиралась. А то я решила, что хватит мне пока фасольки и перчика. У меня тут печенье, вот такой, такой пачке печенья, я как-то юбилейная меня угощала, чуть варя в деревне. Я что-то нигде не видела, а тут решила, специально думаю, ну, наверное, есть вот так это печенье. И что-то там печенье, вот юбилейная всякая разная, дороже даже, чем в Дикси. Обычно в Дикси дороже, чем в Пятерке. А тут, ну, в общем, увидела я тут какое-то традиционное юбилейное, большевик, именно вот такое. Я верну сейчас 134 грамма, и я решила себе взять 24 или 26 рублей, что-то такое было. Я тупо вчера забыла купить себе печенье, а мне так хотелось печенье, я даже в Велушу жаловалась личку, что я хочу печенье и забыла купить. Он что-то втирал по поводу того, что типа весна и все худеют. Причем тут весна и худение. Я купила какой-то эконом, помню по 130 рублей килограмм, по-моему, кураги. В прошлый раз она, когда я была в атаке, она была развешена таким коробочком. В этот раз ее не было развешено, ее можно было самой взвесить. В общем, я взяла немножко кураги. Вообще не знаю, на кой хрен, может салат какой сделан, может суп какой зафигачу, может так слопаю. Каждый день оливки без косточки 52 рубля, чем-то они там были, 300 грамм. Это у меня зеленый пакет, это вообще атаковский пакет. Я с собой брала пакетик, я же рассчитывала чисто купить печенье, фиников и арахисовую пасту, на которую давно смотрела. Она, оказывается, в СССР делается, но я ее тоже купила. И мне бы хватило моей маленькой и фрашевской леновой сумочки. Нифига, я что-то накупила всего до хрена, и леновую сумочку, оно бы не влезло, пришлось бы опять пакетик брать. В общем, я купила немножко себе на развес этих самых фисташек солененьких. То ли по 500, то ли по 600, чем-то, за КГ. Купила себе булочку с сыром около 10 рублей. Блин, а как-то я есть хочу, она так вкусно пахнет через пакетик этим, наверное, сыром. А это у меня чек вылез. Сейчас скажу, у меня тут на 734 рубля 29 копеек. Я купила, там уже развешанные были по пакетикам, я что-то думаю, ну, у меня, конечно, вроде есть макароны, но что бы не купить спагетти, к тому же они тут, слушайте, 428 грамм, 13 рублей 10 копеек. Вообще 30 рублей 60 копеек за килограмм. Спагетти, состав мука пшеничная, высший сорт плода. Я вообще помню, что я свою какую-то там лапшичку хотела освоить, ну, как-нибудь я ее освояю, наверное. Если у меня выйдет нормально, то, может, даже камеру включу. В общем, вот, все-таки я ее купила, 510 грамм. Тут у нас арахисовая паста, сделанная в СИЩА, Эдит, Бибит, или как-то так мягкая. Состав у нас, значит, отборный отжаренный арахис, сахар, рапсовое масло, гидрогенизированная, соль поваренная пищевая. Я до этого как-то покупала лапина или как-то так. Я про нее тогда... Там написано было, что типа, что-то с Белоруссией, я тогда думала, что она тупо сделана в Белоруссии, а, кажется, там сделана в России была. Но почему-то так загадочно было написано, и на деле уже мелким шрифтом оказалось, что сделан импортер типа в Белоруссию. Такая несусветная гадость, сладкая. У меня родня еще тогда ее увидела в пакете, так, о, что купила, захапали у меня так попробовать. Ну, из серии не понравилось, но все равно хочу, да? А я, в принципе, не против. Но мне пришлось туда соль добавлять. Я хотела ее обозреть в пустых баночках, но, по-моему, я ее уже выкинула в мусор перерабатываемый. Она 114 рублей стоила, там 220 грамм было. Она такая жидкая-жидкая была, и сладкая-сладкая. Хотя там и соль была, и это масло растительное неизвестное было. И сахар был, и вообще оно как бы, ну, как обычная вот эта арахисовая паста по составу-то. Но очень сладкая, пришлось солить ее. Купила я себе фиников. Не помню, сколько купил вообще, но они стоят 80 рублей за килограмм. Слушайте, я такие цены видела лет 10 назад в мире фруктов, там 75, они были 80. Сейчас я найду даже, сколько у меня тут финики вышло. Финики, а где вы финики? Финики 530 грамм. На 42 рубля 61 копейка. При том, что финики в мире фруктов, допустим, 180 или как-то так продаются. Короче, в 2 раза дорого, если не 3. Вот тут пакетик атаковский. Только, по-моему, на нем никакого атака или нарисовано. А, да, ашан на ног нарисовано. И еще я себе взяла немножко, что-то меня родственник соблазнил, потому что обычно тут 2 раза меня просили купить ради этого нежира. Ай, вообще мне раньше очень нравился инжир, потом что-то меня с него, ну, как-то уже не нравился, не хотелось инжила. И тут я увидела инжир. Тоже дешевле, чем в мире фруктов. 300 щен-то, короче. Не знаю, сколько у меня от этого инжира. Сейчас узнаем. Где вообще этот инжир? А, тут 142 грамма у меня. На 49 рей вышло. Больше чем, дороже, чем финики-то, блин. Ну, короче, вообще суть-то я хотела поехать за финиками, за этой пастой и за пыченьем юбилейном. Ну, вот как-то вот у меня тут столько всего накупилось. А и вот в тему полезных вкусняшек. Полезная вкусняшка. Финики. Полезная вкусняшка. Вот этот вот инжир. Полезная вкусняшка. Фисташка. Полезная вкусняшка. Ананасик. Что-то еще-то где-то было. Полезная вкусняшка. Арахис. Вроде все. А нет, полезная вкусняшка. Курага. В общем, всякие такие сухофруктики, я считаю, что это очень полезные вкусняшки. В общем, всем спасибо за просмотр и всем пока!